В этом видео вы узнаете, что случилось с моими американскими активами, стоит ли сейчас продавать все и уносить ноги с рынка, а может нужно покупать российские акции в первый день открытия торгов, почему я вынужден бежать от своего брокера. Также я расскажу, как можно заработать на всей этой панике. Это видео мой личный опыт прошедшей недели и план действий на следующую. Приветствую вас на канале Cashflow, с вами снова Владимир. Ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал и давайте начинать. За последние недели серьезно изменился фондовый рынок России. А именно, снизилась ликвидность, то есть количество денег и участников на нем. Активы снизились вообще до абсурдного. Акции крупнейшего банка России упали почти до нуля на лондонской бирже. Акции экспортеров упали более чем на 60%. Рубль девальвировал более чем на 35% и пробил историческое дно. А иностранные инвесторы отказались от российских активов. Ну а тот, кто не успел продать, остался в них до снятия санкций. И в целом, сильно возросла волатильность. Санкции вводят буквально каждый день. Информация меняется очень быстро. На этой неделе Россия предприняла ряд мер по сдержанию рубля и фондового рынка. О них я подробно писал в своем телеграм-канале. И что же нам сейчас делать? Сохранить наши денежные средства. Это первое, что сейчас нужно делать. Сберечь от сумасшедшей инфляции, которая нас ждет в ближайшее время. Это может быть 50 или 100%. Посмотрите на 98-99 годы. Ну или же 2008, где цены росли по 12-15% в месяц. И именно поэтому я считаю, что не стоит держать накопление в рублях под подушкой или в банке в депозитарии. Вот вклады по 20, а то и 25% в рублях, это уже интереснее. Таким инструментом можно хоть как-то догнать инфляцию. И определенно это лучше, чем дома в сейфе. И кстати, очень много людей так и сделали. Банки привлекли рекордный объем денег населения на вклады. Так, например, Сбер за двое суток привлек более триллиона рублей на свои счета за счет средств накопления. Недвижимость всегда была защитным активом. Но там сейчас и без того надут пузырь. Плюс суммы должны быть большие. А брать ипотеку по 20%, но это совсем невыгодное условие. Поэтому этот вариант я вообще не рассматриваю. Однако недвижимость наверняка убережет вас от дефолта. Также я бы не рекомендовал держать кэш в виде валюты или вообще в рублях на брокерском счете. А именно у тех брокеров, которые находятся под санкциями. Сейчас в мире такая ситуация, что даже там наши деньги не в безопасности. А что если покупать валюту? Переводить рубли в доллары или евро? Да, это возможно. Но есть риск того, что вы купите не по самому выгодному курсу. К примеру, Центральный банк может вручную регулировать курс доллара. Что, собственно, они сейчас и делают. Держать в американских активах? Да, это выход. Особенно на долгий срок. Но стоит сказать, что сейчас в мире разрастается кризис. И предполагать, что он не затронет рынок американских ценных бумаг, ну, мягко сказать, недальновидно. В то же время, если вы продадите все свои акции, что делать дальше? И здесь нет определенного верного решения, которое подойдет всем. Я расскажу, что буду делать лично я. Лично я вынужден продать все свои активы и уйти из ВТБ. Если речь идет о сохранении хоть каких-либо средств, то нужно уйти от тех брокеров, которые находятся под санкциями. Я буду говорить о ВТБ, так как у меня там открыт брокерский счет. Однако ВТБ у меня также открыт ИИС. И он еще минимально должен быть открыт один год. Если закрыт раньше, то придется вернуть налоговой ранее выплаченные вычеты. А также заплатить штраф. Я сделал несколько звонков в банк. И мне сообщили, что брокерская лицензия по валютным операциям. То есть продажа валюты и продажа иностранных активов у банка заканчивается 26 марта. Что будет после этой даты, трудно даже представить. Да, возможно, они найдут какие-то варианты решения этой проблемы. Но лично мне рисковать совсем не хочется. Поэтому я и решил продать все свои валютные активы на брокерском счете и на ИИС. Далее планирую валюту на ИИС перевести в рубли. И оставить эти средства на покупку российских активов. Об этом я расскажу чуть позже. Ну а валюту с брокерского счета я планирую перевести к другому брокеру. Чтобы была возможность торговать иностранными акциями. Также важный момент. Если вы хотите снять, скажем, 2-3 тысячи долларов и более, то нужно заказывать вывод и забирать деньги из кассы. А это сейчас проблематично. Так как желающих очень много. То есть вывод средств может занять около двух недель. По крайней мере так было у многих моих знакомых. Которые, правда, выводили суммы куда больше. Итак, какие российские активы я буду покупать на свой индивидуальный инвестиционный счет. Ну, соответственно, когда откроются торги. В первую очередь это акции Сбера, Роснефть или Лукойл. В зависимости от цены. Возможно еще и акции ритейлеров. К примеру, тот же Магнит. А примерно половину своих накоплений я все же решил положить на ОФЗ. Ставки там более чем достойные. О других своих покупках российских акций я рассказывал в предыдущем видео. Почему именно эти компании? Ну, к примеру, тот же Сбер. Да, понятно, что 300 рублей за акцию, как это было раньше, мы вряд ли увидим в ближайшее время. Но я уверен, что в трудную минуту Сбер поддержит государство. Конечно, в худшем случае он может стоить 20, а то и 10 рублей за акцию. Поэтому, кстати, и не стоит закупаться сразу на все, как только откроются торги. В целом, я думаю, что такие компании, как Сбер, Роснефть, Газпром, никуда не денутся с российского рынка. В худшем случае государство им поможет. Но, друзья, это в первую очередь мое субъективное мнение, а не рекомендация к действию. Опять же, я не жду, что ситуация разрешится быстро. Уже понятно, что все это затягивается. Переговоры идут медленно, да и пока ни к чему не привели. А санкции летят с каждой страны, нарастают, как снежный ком. И в ближайшее время я не вижу сценариев разрешения этого конфликта. Именно поэтому сейчас цель номер один – это не потерять денежные средства. Ну а перед тем, как рассказать о том, как все-таки можно заработать на этой панике, я расскажу о еще одном способе сохранения денег, но очень кратко. Не более 10% я решил отправить в криптоактивы. Даже не буду говорить, какие биржи. Я всегда придерживался консервативных инвестиций. И про крипту на своем канале я не говорил. Да, в принципе, и не собираюсь. Просто я хочу отметить, что стоит рассматривать этот вариант для сохранения своих денежных средств. Но хорошо, как же нам сейчас заработать? Это, конечно же, идти на риск. Покупать такие активы, которые валяются на дне. Те, которые никто спасать не будет. Возможно, в такой ситуации окажется и Яндекс. Буквально недавно появились слухи о дефолте. Яндекс всем нам хорошо известен. Но таких компаний будет много, как только откроются торги на Мосбирже. Их можно будет скупать за бесценок. И с большой долей вероятности, большая часть таких компаний обанкротится. Но те, кто уцелеют, могут принести вам сотни процентов. Лично я даже искать такие не буду, так как цель у меня не заработать. А еще раз повторюсь, сохранить свои денежные средства. Ну а какая ситуация с активами у вас? Поделитесь в комментариях. А также напишите, что сейчас интересней. Обзоры российского рынка и текущей ситуации. Или же все-таки вернемся к поиску инвестиционных идей на рынке США. Мне будет очень интересно почитать. Задавайте свои вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить всем. Что ж, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok